Спину возьми! Михаил Аркатов самый юный участник. Ему всего 9 лет. Начал заниматься самбо с 7. Знает множество приемов и бросков. Без труда их демонстрирует в поединке. 37 килограмм. Даурский, Бродникова. Это судьи называют чистым броском. Итог – автоматическая победа. Я начинаю его раскручивать, потом начинаю со слабых приемов. А потом начинаю сильно кидать. Надо усердно тренироваться дома и на тренировках. Никогда не лентяйничать, все выполнять, что тренер говорит. Всех участников объединяет желание заниматься любимым видом спорта и мечта – попасть в сборную России, стать олимпийским чемпионом. Анна Краснорудская – гордость региона. У меня очень много наград, у меня 52 медали. Много соревнований, международные турниры, всероссийские турниры. И сегодня она тоже лучшая. Помимо золотой медали награждена еще и специальным призом от фонда поколения Андрея Скотча за особые спортивные успехи. Благодаря поддержке фонда только в 2017 году более 1400 дзюдоистов и самбистов приняли участие в 66 турнирах различного уровня. В область они привезли 300 медалей, 99 из которых – золотые. Фонд поколения Андрея Владимировича Скотча 130 миллионов рублей направил на развитие спортивных федераций Белгородской области. Денежные средства позволяют сегодня не только участвовать в различных турнирах, но и укреплять материально-техническую базу. И тут нужно сказать, что сегодня федерация имеет самую лучшую базу, я бы сказал, мирового уровня. Это дворец спорта Александра Невского. Напомним, в Старом Осколе на средства фонда был построен дворец спорта. На местах турниров самбисты подтверждают и повышают свои спортивные разряды. А уже в августе им предстоит пройти отбурочные соревнования, которые определят, кто представит область на первенстве ЦФО. Екатерина Ковалева, Евгений Цитов. Программа «Такой день» на Мире Белогурья.